Досужие предположения Артур Генгриан, тренер Киева Наш легендарный в прошлом боксер Двадцать раз завоевывал звание чемпиона мира Но в Германии А тренер Владарчика Федор Лапин Специалист из Украины Очень давно уже его пригласили в свое время Работать одним из тренеров сборной Польши Еще в любительском, олимпийском боксе Ну а двенадцать лет назад Состоялся их союз с Шистовом Владарчиком И с тех пор они прошли вот этот чемпионский путь И дуэт очень и очень плодотворный Начало и совершенно правильно Он начал бой именно так И ведь Владарчик тоже ждал что так будет Он видно по глазам Он готов Он обозлен Главное ему выдержать первую середину боя Владарчик опасен в последних поздних раундах Как правило свои победы именно тогда он добывал Он же терпеливый боксер Во-первых Терпеливый и выносливый Да, силен физически И терпеливый вот именно касаемо того Когда его атакуют, постоянно бьют, прессингуют Он все это выдерживает И тогда, когда боксер, его соперник выматывается Тогда он начинает уже свою работу Честно говоря Вот хотел бы передать 2 секунды Сказать свои ощущения внутренних Сердце бьется так, что просто выскакивает Ребята, это настоящий бокс сегодня мы сейчас смотрим Вот сейчас мы смотрим с вами мировой бокс И многие специалисты смотрят и оценивают Так же как и мы В Москве сегодня настоящий просяный бокс мирового уровня Где россиянин Рахим Черкиев Намосит левый сбоку Очень опасно Мне кажется Продолжает атаку Молодец По-моему, рассечения Владарчик очень не любит, когда на него идут плотно Посмотрите, рассечения Здорово, очень здорово Прекрасно, я бы сказал Из последних сил терпит Владарчик Нет, он перекрыть неплохо, честно говоря Там последние силы еще не наступили Но очень мощная серия И Владарчик этого не любит, друзья Все-таки нужно избирательнее быть Я обращаюсь сейчас к Рахиму Нужно быть более выборочным В начале атаки Потому что столько тратить сил Но я не говорю, что понапрасну Но за три раунда можно просто выдохнуться Нужно атаковать чуть меньше И чуть более разнообразно, я бы сказал Посмотрим, посмотри Но рассечение какое сильное Да, еще целых 47 И причем это рассечение не головой Это рассечение похоже А перчатку Да, похоже, они боксируют В мексиканских коверластах Очень жестких Да, по крайней мере, по-моему, Рахим Я так смотрю Это было, это рассечение от удара И Рахим настроен очень здорово Да, было несколько точных ударов Сильнее, если левой Сумасшедшая мотивация в исполнении Россия Мы видим этот настрой Сам Рахим говорил, что Порой он заигрывается Надо более равномерно распределять силы Но сейчас пока все смотрится Очень и очень неплохо Бесспорно, раунд за нами Первый раунд Владарчик ждет Великолепный раунд В исполнении россиянина Мы с вами посмотрели, друзья А это ведь всего лишь только был Первый раунд Первые три минуты Ну как здорово их провел На каком настроечке Киев И вы знаете Серьезный урон Понес к 6-м Владарчик Сильное рассечение А в первом раунде В таком длинном Таком сложном бою Такое раннее рассечение Может быть роковым Вспомним бой Дениса Лебедева недавно Да Ну, там больше не рассечение Гематома все-таки Тем не менее, это травма Право прямой Обозлил он, обозлил Владарчик Хочет, что он все-таки Сейчас реабилитироваться Перед зрителями Перед судьями Но Я сейчас обращаюсь Уважаемые телезрители К вам Вы не представляете Какой шум творится Здесь в зале Все скандируют Все болеют за нашего боксера Владарчик Когда он все Он был потрясен Спокойно Они беседовали Между раундом С своим тренером Сумасшедшая Сумасшедшая психология У этого боксера У Польского Нет, он, конечно, Никогда никого не боится Это абсолютно И ничего не решено И ничего не решено Нет, еще рано говорить О каком-то Итоге Даже с самого маленького Это всего лишь начало боя Еще второй раунд Не закончился И вот В этом раунде Уперся Володарчик Уперся И несколько Темп Чехиев Наверное Это определенный план на бой Измотать соперника Такими-то волнами Что ли Неожиданными Но Нужно сказать, что И это большой плюс Рахима То, что он бьющий Боксер Даже очень бьющий Это его, пожалуй И определяет Его Перспективу Сегодня выйти из ринга Победитель Вы знаете Вот Когда Специалисты обсуждали Предыдущие бои Рахима Всегда Ставили его Немножко в вину Что он Мало работает Корпусом Из стороны в сторону Да, вот Качай А сейчас я заметил Что несколько раз Он очень удачно защищался Именно корпусом Вот этими движениями За шаги ногами Они очень сильно сбывают Вот Встречная атака в лаг Но Я скажу вам Вот свои ощущения Что на этот бой Он вышел новым Боксером Совершенно другим Более подготовлен Наверное На Целую Большую ступень Последние секунды Второго раунда И раунд за нами Но сейчас прозвучит гон Презошло ваше Презошло Бесспорно Да, настолько Разнообразнее стал Шаги Посмотрите Он по-другому Стал двигаться Он Видно Настолько Тщательно Готовился К этому бою Ведь это главный бой Сейчас в его жизни Он уже поднимался На пик своей любительской карьеры И вот сейчас очередной Очередной Огромный шаг Он делает Середина вершина Да Должна быть покорена Я думаю Что Владарчик Для Владарчика Понятен Бокс Сейчас он не может справиться С давлением С мощью Те удары Которые он пропустил От Рахима Он очень сильно Их почувствовал И мне кажется Его сковало Сейчас он Он не может Совладать С мощью Рахима Вот Действительно Настолько Велика энергетика Ударов Чехкиева Они дают Такой некий стоп Владарчику А все отмечали Что Владарчик Не любит Когда на него идут Когда постоянно Давят на него Когда прессингуют Когда Отлично Насрывают Вот эту дальнюю дистанцию Где он считается королем А Рахиму Это сегодня удается Пока И очень здорово Просвещение открылось Посмотрите Че сильнее Вот Эта цель Сейчас для Рахима Атаковать Именно туда Даже Через перчатку Шиштоф подставляет Самомеренно Шиштоф ждет Заблокирован И ждет Ну и причем В силу своей опытности Он Пытается вымотать соперников В первых раундах Да Он их наверное Отдаст Отдаст специально Чтобы потом уже Набирать оборот И менять тактик Мы уже говорили Что и Волк Конек Его корон Это Но не всегда Он отдает Первые раунды Он просто не может Не может просто Побороть соперника А здесь он отдает Меньше того Что он может сделать Есть момент Когда он может Провести хорошую атаку Но почему-то Долго закрывается И не делает Здорово Рахим Здорово Рахим Здорово Рахим Здорово Рахим Отлично Красиво Редкое зрелище Друзья Володарчик на коленях Три раунда позади, друзья Как много уже мы с вами посмотрели в этом бою Произошло за 9 минут Но не стоит обольщаться Володарчик еще не сломлен Он был в очень тяжелом положении В редком для себя положении В редчайшем даже можно сказать Но он будет пытаться Он Шемпионский характер у Владарчика Это не отнять И поэтому о каком-то О каком-то недоразумении Я думаю, сейчас он не думает Я все-таки чувствую, что Чехиев только заводится У него огромный, огромный, просто огромный Стимул и запас Отлично На встречу, на встречу пытается ударить Владарчик Здорово действует Рахим Но все делает правильно Григорий, я думаю, вы со мной согласитесь Сейчас Владарчик специально Он должен сбить пыл соперника И он жесткими ударами пытается встречать Даже атаковать Но не все получается Слишком уж заведен Рахим И вот именно его тактика Она сейчас сильнее Но мы знаем о том Мы знаем о том, что Владарчик выжидает Он хорош в середине поздних раундов Не знаю Он знал о мощи Представлял ли о тех ударах Которые на него могут обрушиться Представлял Но они оказались сильнее, чем он представлял Да, всегда представляю Или сильнее того, что может Рахим Сильнее А не сейчас Сильнее того, что может сделать Сейчас Рахим Сделает просто невозможно Я считаю Я бы хотел Я бы хотел посоветовать сейчас Рахиму И штабу Рахима Чехкиева Создавать задавление Продолжать давить Но быть очень внимательным Сколько раз атаках Владарчика Да, это бой Знаете, Андрей Вот по этим раундам Мне складывалось впечатление Как будто Эти боксеры Боксируют В разных весовых категориях Я бы сказал Не в весовых категориях В разных лигах, наверное Можно и так сказать Чашесть удара вообще Вот просто разная А он всегда отличался Даже любительском боксе Отличался Своей мощью Сильными ударами Он был панчер Один из единственных Боксеров вообще Которые отправляли В нокдаун и нокаут В любительских перчатках И да Ну что ж, Рахим Здорово? Здорово, здорово Ну опять гонг сейчас Хороший четвертый раунд И вот он заканчивается Удар молотка Шиштоф умеет драться Он хотел драки Он сейчас ее получает Прошу прощения Я обращаюсь к нашим редакторам Режиссерам Мы слышим Мы слышим все переговоры Посторонние, которые идут Новости спорта Мы слышим Мы слышим разговоры ассистентов Это страшно мешает нашей работе Ребята, что это сделать? Я вас уболяю Мы не слышим друг друга Мы слышим все посторонние переговоры Настоящего чемпиона мира Настоящего чемпионского Настоящего Да, я такого давно не видел Честно вам скажу Вы знаете Извините Давно такого не видел И Владарча Да, наверное, никогда вообще Ни разу в своей жизни Давайте не будем торопиться Да Всего лишь 4 раунда позади, друзья Одна треть боя Меня радует Чик Киев Он свеж Да Он бодр Вот что мне больше всего нравится Я согласен Григорий Он только заводится еще Он только начал боксировать Несмотря на то Сколько ударов он уже нанес И сколько сил потратил У него четкий план на бой И большой запас энергии Рахим технически очень сильно оснащен Технически он готов к этому бою Он готов к уровню этого бокса Поэтому мы Посмотрите Посмотрите на его ногу Как он сейчас на ногах ушел Здорово Замечательно просто И бьет просто Бьет от всей души Попадает в цель Это очень важно Ну насколько грамотно работает Катмен Вот в команде Все говорили что Владарчик прекрасно знает Что левый боковой Может быть Для него самым пагубным Самым страшным ударом Он должен будет защищаться Он будет защищаться Но не получается Посмотрите Не успевает Скорость А знаете почему Рахима очень крупная скорость Не только мощь как всегда Но и скорость он прибавил Немало Опять рассечение У польского боксера Кровит Постоянно кровит Это вот рана Но пока она Не заливает кровь в глаз В общем-то Она кровит Но Не смертельно Попадает в правом Владарчик Как грязается Есть характер Родин Этого парня Причем Характер сумасшедший Ну чемпион мира Что об этом говорить Действующий Характер Опыт Смелость И Раундом по очкам Пока все в порядке Но впереди еще Ребята Семь раунд Не забывайте об этом И по-моему Нет не первый Я прошу прощения Первый Первый Он 12 раундов Еще не дрался ни разу Последний бой У него было 10 раундов С Тейлором А до этого 9 раундов Все Еще один С Котлобаем Он дрался 10 раундов Да Корпус То что нужно Правильно делает Рахим Дальней рукой В область печени Это то что нужно Ну извините Его тренер Артур Григориан Прошел огромную Любительскую школу Огромный Пространальный путь И уже давно Работает тренером И кто как не он Может научить Боксера Не переучить А именно Поставить Четкий план на бой И уверенно лидирует Пока В этом бою Рахим Чехкиев Хочется верить Что ничего не собьет Его с этого Победного настроя Что он действительно Очень здорово готов Физически С выносливостью Все в порядке Артур Григориан Говорил Что проделана Огромнейшая работа Плодотворная На высокогорье В среднегорье Здесь уже В спаррингах И это должно Дать свои плоды Очень опасно Сейчас два раза Атаковал Володарчик Правой прямой Коснулся подбородка Но так не сильно Как-то немножко Отклонился назад Наш боксер И смягчил удар Но что-то он задумал Я сейчас говорю Про поляка Поменял он тактику Посмотрите Он уперся В середину ринга Немножко даже присел Как бы подпуская Соперника сами Опережая его На встречных ударах Но Рахим ведь сбил его Со своей любимой Дальной дистанции Да? Сработал на дальней дистанции Он выскочил как ураган Смешался карта Да Здорово Здорово отвечает Рахим Очень четко отработал он Вот эту вот Защиту от правого Удара Соперника Я уже Реально представил Какой Столько работ он сделал На тренировках Делая одно и то же Как автомат Готовясь именно К этому бою Вот когда он атакует Я говорю про Чикиво сейчас Когда он атакует Меняет удары То одной и то другой Боковой Даже заходя немного в сторону Вот тогда они достигают цели Потому что Соперник теряет его из виду При этом не надо забывать Что Рахим бьет И с двух рук Очень здорово Да Вот и Почти каждый раз Нанося удар сбоку Он заходит За ту ногу Ну допустим Бьет он правый И уходит вправо Бьет влево И уходит влево Вот пожалуйста В корпус Рахим Хорошая атака Левый в корпус Здорово Здорово Хорошо Сейчас промокнулся Сразу прилип И лишил ответных действий соперника Но как же все Как же все правильно Пока разобрали Как же все правильно Пока разобрали А я знаете сравню Как он вырос После последнего боя Вы знаете Акшиштоф пользуется паузой Которой дает ему Рахим И он отдыхает Да Ну Рахиму Этипа уже тоже Необходимо Абсолютно Абсолютно Вот это вот зря Сделал сейчас Рахим Он по-напрасну Потратил силы Это вот в серии Не попал Но Энергию потерял Он сам говорит Вот что Одна из его пока Один из небольших минусов Ой-ой-ой Вот видите Ой-ой-ой-ой-ой А я уже видел предпосылки Я уже видел предпосылки Это макдаун Что-то было не так Два раза Отдохни Отдохни Не лезь Постой Да Немножко включи голову Надо быть чуть-чуть Похладнокровнее Вот это да Короткие Левые сбоку Без замаха Нет Было до этого Ноги подогнулись Два раза Я видел Буквально за 10 секунд Что-то произошло Может быть устал Может быть Ну я не знаю Хотя он сам говорил Он сам говорил Что заигрывается Что это у него осталось Еще со старых Может быть даже Любительских времен Когда он Надо же сделать Какую-то паузу Надо более четко Распределить силы Надо держать Свой темперамент В узде больше Это ему не всегда Удается Он сам это прекрасно Осознает И не раз говорил об этом Вот вы видели Повтор этого удара Я вижу сейчас Около угла Болодарчика Сидит женщина Вероятно Его супруга И молится Охранники пытались Ее убрать Вот он Повтор Без замаха Короткий Точный удар В челюсть Но Абсолютно Открыта была Мишень Болодарчик Не стоило От такого удара Не может упасть Нокдаун Было до этого Пропышено Несколько ударов Просто-напросто Вот и все Ну что ж, Рахим Да Вся им душетия Ну что ж Вся Россия Вторая половина боя Вторая половина Которая считается Территорией Владарчика Всегда считалось Во всяком случае Рахим должен Это опровергнуть Удивляет меня этот парень Честно вам скажу Очень сильно удивляет Своей терпимостью Выносливостью Привет Рахим Что делает Что делает Водарчик За 10 секунд Три раза Он нанес уже Левый сбоку Сказали в углу Он это понимает По непонятным Мне причинам Произошло Неприятная вещь С Рахимом Сейчас опять Подогнались ноги Да На грани все Друзья На грани Очень опасно Ну что Это титульный бой То чего мы боялись Собственно Это титульный бой Рахим Сейчас ноги нужны Нельзя оставать Просто в шпагат И стоять Перед Владарчика Двигаться Двигаться Пропускает снова Рахим Посмотрите Владарчик Перехватывает Бой Сейчас защищается Сознательно Ну вот Убары не прошли Сначала я подумал Что Рахим Все-таки Правильно сделал Что провел Такое яркое Начало этого боя А сейчас Я понимаю Что он Слишком много Потратил сил Андрей У него другого Выхода не было Все говорили Что он должен Сделать бой В первой половине Ну да Но он сделал Не выиграть Нокаут Досрочно В первой половине Хотя попытаться Это сделать Безусловно Но забрать Первую половину Безоговорочек Но и в этом раунде Он активнее Посмотрите Правда удары Не достигают цели Тем не менее Все здорово Но Владарчик Все опаснее Смотрится Андрей Все здорово Рахим Вышел не на прогулку В этот бой Он должен стать чемпионом Как ему соперник Абсолютно Поэтому он делает То что он имеет Делать И дай бог ему Терпение В этом бою Мы все сильно ждем Это профессиональный бокс У Рахима Великолепная команда Рахим знает все Здорово Здорово Посмотрите Еще 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 Ну еще Есть шанс Последние силы Что такое Да Открылось рассечение Открылось Про утечение У Владарчика Я не понял Что это было Это специально Кинул Какой-то Фоторепортер Что ли Кую-то крышку От Фотоаппарата И тогда Судья Сделал стоп И помешал Нашему боксеру Добить Ой-ой-ой Снова Такая же ошибка Левый сбоку В ближнем бою Левый сбоку Тот же удар пропускает На встречу Начинает ловить На встречу Рахим Опуская руки Идет вперед Очень близко Подходит И тот Практически С нулевого расстояния Наносит свой удар Дван отдал Дван отдал И как же Остро И как же Коротко Пьет Владарчик Посмотрите Почти одинаковые Да Вот он Да Ну Это боище Я думаю Что Рефери Вандервилле Который Видел Тысячи боев И сотни из них Титульных судил За звание Чемпиона мира Он наверное Тоже удивлен Ну Ну что ж Остается только Порадоваться За любителей Бокса Которые смотрят Такой бой Такой бокс Да Метит Метит Правой Снизу Володарчик Именно этим ударом Он отправил В нокдаун Рахима В прошлом раунде Приседает Почему-то приседает Чехиев Как-то вот В начале атаки Вкладывается удар Вкладывается удар Хочет Ну да Хочет Включить ноги Корпус Да Вкладывается удар Он как-то неправильно Это делает Как будто силы сдают Вкладывается ударом Вкладывается ударом У этого парня, как и у его соперника Но очень-очень тяжело Сейчас россиянину Снова пропускает Право на право разрез Владарчик ждет Владарчик ждет, мне кажется, ребята Он ловит свою волну Его надо ни в коем случае не дать Вот нас вилать эту волну Ну что он начал пропускать Опять нокдаун Третий нокдаун Правый сбоку Встанет Встанет Встает Я в шоке Честно вам скажу У Владарчика кровь течет маленьким ручейком Огромная осечка Огромное кровь течения И как же много еще времени Это все Навстречу короткий Удар Я вижу эмоции зрителей Которые находятся в зале Но все настолько Я даже не могу слова подобрать Да А Андрей Я бою выдержал Ведь все было ясно Хорош Да, Владарчик говорит, что я есть чемпион Никто не отрицает Как близок был Как близок был Рахим к победе Какие-то моменты Но вот это вот Знаете, ну Просто так Просто щитьявол не дают человек Григорий Наверное не зря говорили